Друзья, у нас последняя тема нашего ретрита, на которой мы остановимся, и это тема сердца завета. Мы говорили о основной теме, что Бог обещает дать одно сердце для мужа и жены. И сегодня я хочу, чтобы мы посмотрели на брак, на семью, как на завет, чтобы мы увидели, что в Божьем плане семья и те отношения, которые создает Бог, это на всю жизнь. Это сердце, которое соединено однажды Богом для того, чтобы на протяжении всей жизни быть вместе, чтобы это было одно сердце, и вот это соединение, которое совершает Бог, оно основано на завете. Завет, в который вступают муж и жена. Давайте вначале откроем книгу Осии. Я прочитаю несколько стихов. Мы будем касаться потом позже этой книги, чтобы посмотреть. Но для начала я хочу прочитать книгу Осии, 2 глава. Я прочитаю с 19 стиха. Осии, 2 глава, 19-20 стихи. Осии 2, 19-20. «И обручу тебя мне на век, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Эти слова Бог говорит. Бог говорит к Израилю. Он использовал Осию, пророка, его жизнь, его брак для того, чтобы показать эти особые отношения, которые есть между Богом и Израилем. И вы видите, что в этих словах уже сказаны эти моменты обручения, соединения того, что Бог желает, чтобы было с Израилем. Обручение в правде, в суде, посмотрите, в верности. Это навек, когда Господь желает быть единым со своим народом, чтобы народ знал Господа. И вот это обручение, которое мы видим здесь, имеет прямое отношение к браку, потому что и в браке должны быть такие отношения, основанные на завете. Я хочу сказать, что завет, как мы смотрим в Библию, завет это такой фундаментальный инструмент, который мы в Библии находим, как Бог выстраивает отношения с человеком. На протяжении всей Библии мы видим разные заветы, в которые Бог вступал с народом. И через этот завет, когда Бог дает обетование, когда народ принимает это, когда люди соглашаются, вот через эти заветы Бог выстраивал свои отношения с людьми. Я хочу, чтобы вы еще раз посмотрели на те фотографии, и каждый нашел себя там, и каждый вспомнил этот день бракосочетания, потому что там, у кого-то раньше, у кого-то позже, когда был ваш брак, вы давали обещание. Христианское бракосочетание подразумевает, что жених и невеста в бракосочетании, в момент этой церемонии, они дают обещания друг другу, и они принимают, они говорят, что да, я обещаю. Это не просто слова, потому что иногда это воспринимается, ну это просто какая-то церемония, вот мы сказали слова, более того, я бы сказал, что сегодня, к большому сожалению, браки немножко меняются, даже вот молодые люди не до конца это понимают, делают это как-то, знаете, легко, просто, весело, вот как-то вот надо что-то быстрее, чтобы пастор закончил, и потом мы начинаем свое дело. Но на самом деле то, что происходит там, то, что у вас происходило, это вступление в завет. Это особо важный момент, когда вы говорите ваши слова обещания, которые слышите вы, которые слышит служитель, прессивитель, как свидетель, и вы в этот момент, в момент бракосочетания, вы вступаете в этот брачный завет. И Бог является свидетелем, потому что Бог слышит ваши обещания, и на основании того, что вы обещали, на основании вот того вашего согласия, решения, принятия друг друга, Бог соединил вас вместе, и Бог создает семью. Бог создает новое отношение того, что не было раньше, новая семья создается. Мы с вами видим, как в Библии начинается вот этот Божий план, Божий план для брака, и мы находим это в Бытие, 2 глава, 24 стих. И мы видим, что Божий план для брака, когда Господь говорит, оставит человек отца и мать, прилепится к жене, и будет одной плотью. Вот эти три момента, которые определяют, как Бог создал брак, как Бог устроил с самого начала. Человек должен оставить отца и мать, он должен прилепиться к жене, и он должен стать одной плотью, они должны стать одной плотью. Это семья, это брак, это то, что Бог создал, Бог определил, вот так оно будет с самого начала. Каждая семья, каждая жених и невеста, они так должны создать свою семью, они должны оставить отца и мать, они должны прилепиться к друг другу, и они должны стать одной плотью. И мы смотрим на эти слова, ну это хорошо выглядит, это хорошо звучит, это хорошая идея, как реально это происходит. Как это реально? Ну мы понимаем, да, что такое оставить отца и мать. Это значит, мы жили в доме, каждый из вас когда-то с родителями был, вот теперь вы и переехали, вы сняли апартменты, и вы теперь вместе живете. Это первая часть, как бы понятно, что значит прилепиться, а тем более, что значит стать одной плотью, как это вообще все происходит, что должно произойти, чтобы вот этот Божий дизайн, Божий план, как Бог определил это, это происходило, это осуществилось, и чтобы каждая христианская семья была вот именно такой, по Божьему дизайну и по Божьему плану. И для нас очень важно понять, когда мы смотрим книгу Бытие, пожалуйста, следующий слайд, нам важно увидеть, что кроме мужа и кроме жены, или кроме жениха и невесты, в браке, в заключении брака, в сохранении брака участвует Господь. Это очень важный момент для Завета, это очень важный момент для христианского брака, потому что мы читаем Евангелие Матфея, написано, и так, что Бог сочетал того человек, да не разлучает. Это важный момент, чем христианский брак отличается от людей неверующих, потому что люди неверующие тоже могут сказать, ну да, мы родители оставили, да, мы полюбили друг друга, мы прилепились, ну да, мы теперь как бы одна плоть, но мы видим, что Христос говорит, когда его спрашивали фарисеи, можно ли разводиться, Христос подвел к этому, он сказал, посмотрите, как было с самого начала, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Библия показывает, что когда Бог сочетает брак, тогда этот брак становится заветом. Я хочу, чтобы вы подумали, задали себе вопрос, вы когда-то думали о том, что ваш брак это завет. Вы понимаете это сегодня, вы цените этим, вы на этом строите ваши отношения, что ваш брак, в который вы вступили, это завет между вами и завет с Господом. Вот книга Малахии, она показывает это, и в книге Малахии написана 2 глава 14 стих, вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобою и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно. Книга Малахии показывает вот эти отношения, муж не хотел быть женой, поступил вероломно, но Библия говорит, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. И вот здесь в русской Библии используется слово законная жена, в английской Библии написано, что она жена, your wife by covenant, то есть она жена по завету. Ты не можешь поступить вероломно, ты не можешь отвергнуть ее, ты не можешь предать ее, ты не можешь разрушить брак, уйти, развод сделать. Почему? Потому что ты вступил в завет, и твоя жена, это жена по завету. И кто говорит эти слова? Господь говорит. Бог, который был свидетелем вашего брака, Господь, который соединил вас вместе, он создал одну семью, он теперь говорит мужу, ты не можешь легко отнестись к своему браку. Ты не можешь разрушить этот брак, потому что тебе не понравилось, потому что тебе другая понравилась, потому что у вас характеры не сошлись, потому что у вас не получается ничего. Ты не можешь это сделать. Почему? Потому что твоя жена, это жена по завету. Вы вступили в завет, вы дали обещание, и Господь говорит, я являюсь свидетелем завета, и я соединил вас вместе. Вот то, что происходит в церкви, опять же, вот мы смотрим на ваши фотографии, когда у вас был брак, на самом деле это тайна. Я говорю, что это тайна, которая непонятная для нас, потому что Бог совершил свое дело. Но нам важно понять, что заключение завета, это союз верности на всю жизнь. И то, что происходило там, на сцене, или где вы были, может быть, на природе, вот это заключение завета, когда вы дали обещание, и Бог стал свидетелем, и пастор, как представитель от Господа совершил молитву. Вот этот союз верности, он позволяет вам теперь жить вместе, он позволяет вам иметь сексуальные отношения, он позволяет вам рождать детей, и он дает вам возможность вместе служить Богу, так как вы не служили до этого. Вот когда мы проводим беседы, с некоторыми из вас я проводил беседы, и мы задаем вопросы, почему вы хотите вступить в брак, и там один из вопросов, который мы задаем, ваш брак приблизит вас к Богу, или отдалит вас от Бога? И мне важно было, чтобы вы ответили, вот с кем я проводил беседу. Потому что, если ваш брак отдалит вас от Бога, зачем тогда вступать в брак? Главная цель нашей жизни служить Богу, быть верными Ему. И вот Бог создал брак, потому что именно в браке два человека могут служить Богу так, как они никогда не служили, так, как они не могут служить до этого, потому что в браке они показывают на Христа и на Церковь. И мы видим, когда вот смотрим в Ветхий Завет, когда смотрим в Библию, что брак заключался на основании клятвы, когда не брак, а завет заключался, когда разные были заветы, и человек, который вступал в завет, он произносил клятву, и на основании этой клятвы, которая была дана, завет был заключен. И когда произносилась эта клятва, две стороны, которые вступали в завет, они брали на себя обязательства. Они говорили о том, что я буду делать вот это, я обещаю, и если я это не сделаю, да произойдет со мной вот то и то и то. Пусть Господь меня поразит и так далее, и так далее. То есть они давали какие-то обещания и брали на себя ответственность, что если я нарушу этот завет, если я поступлю по-другому, на меня придет бедствие, да придет на меня наказание какое-то. Это было заключение завета в Ветхом Завете. И мы видим, что Бог очень серьезно относится к обещаниям. На протяжении всего Ветхого Завета мы видим, как Бог серьезно относится, когда человек дает какое-то обещание. Обещание. Насколько Бог показывает, что клятва, которую дал человек, обещание, которое он дал перед Богом, оно должно быть выполнено, и Бог наблюдает за этим. Бог серьезно смотрит за этими исполнениями этого обещания. И это же также важно в браке сегодня. Бог свидетель был, когда вы давали эти обещания друг другу. И Бог наблюдает, чтобы то, что вы обещали, вы исполнили. И если происходит нарушение завета, нарушение обещаний, тогда приходит наказание от Господа. Нам в Ветхом Завете очень ярким является пример, когда Бог заключил завет с Авраамом. Это 15 глава книги Бытие. Когда Бог заключал завет с Авраамом, Господь сказал, возьми животных, возьми телицу, козу, горлицу, голубя, рассеки их пополам и положи одну сторону против другого. И Авраам так сделал, он взял эти жертвы, телицу, овна, голубя, он разрезал их пополам, положил одну половину на одну сторону, половину на другую сторону, и потом он наблюдал, что произойдет. Вы помните, там птицы налетали, он их отгонял, а потом написано, что уже в конце дня, как дым из печи, как пламень огня, прошел между этими животными. И в этот момент Бог заключил завет с Авраамом. В чем был принцип этого? Почему нужны были эти животные, которые Авраам рассекал? Этим заветом Авраам как бы показывал, что я вступаю в завет с Богом, и если я нарушу обещание, которое даю, да будет со мной вот то, что с этими животными, когда они были рассечены вот так вот пополам. Но знаете, что интересно в этом завете? Когда Авраам рассек эти животные, обычно, когда заключался завет, две стороны, то есть два человека, которые заключали завет, они должны были вместе пройти между этими рассеченными животными. Они, каждый из них, как бы берет на себя эти обязательства. Мы обещаем друг другу, мы выполним это. Если кто-то из нас нарушит, да будет с нами вот как с этими животными. Но когда Бог заключал с Авраамом завет, Авраам не прошел между животными. Бог прошел между животными. Бог прошел. И вот в этой ситуации мы смотрим с вами, что Бог поставил себя в завет с человека, и когда мы, как люди, не исполнили этот завет, Авраам, его потомки, мы отвергли Бога, мы нарушили то обещание, которое мы приняли. Бог остался верным своему завету. И Бог, который прошел между рассеченными животными, который сказал, что если я нарушу обетование, да будет со мной так. Знаете, что сделал Господь, чтобы остаться верным завету? Авраам его нарушил, и Авраам должен быть наказанным. Авраам должен быть предан смерти, и всякий человек, всякий потомок Авраама должен быть предан смерти. Но для того, чтобы остаться верным в завете, потомок Авраама, сын Божий, Иисус Христос, он пришел на эту землю, и он стал человеком. И что с ним произошло? Он пошел на крест, и он умер на Голгофском кресте. Почему? Потому что он в завете с нами, и он стал человеком. Авраам не прошел между рассеченными животными, но Иисус Христос прошел, он дал обетование верности, и он был наказан за наши грехи. Он умер на Голгофе, он был предан смерти, потому что нашу вину, наше нарушение завета, которое мы не исполнили, мы виновны перед Богом, мы в завете, но мы нарушили этот завет. Христос пришел, он стал человеком, он стал нашим представителем, он пошел на Голгофу, он умер на Голгофском кресте, чтобы показать, что завет должен быть сохранен. Именно поэтому мы с вами видим новый завет, который Христос заключил с нами. В новом завете Писание говорит, что новый завет заключен в крови Иисуса Христа. Когда Христос пролил кровь на Голгофе, это была кровь нового завета. В чем этот новый завет? В том, что мы принимаем его жертву. Мы говорим, Господь, я достоин наказания, я виновен, я нарушил этот завет, я достоин смерти ада, но ты умер за меня, и я верою принимаю твою смерть, я верою принимаю, что ты пролил кровь. Я хочу быть в этом новом завете, в этом отличие нового завета. Мы верою принимаем, что Христос сделал за нас. И это дает нам спасение. И мы можем быть детьми Божьими, потому что Христос, Он верный завет, Он умер за нас, Он понес наказание, Он пролил кровь, и Он желает, чтобы мы по-прежнему с Ним были в завете, чтобы это был завет верности, чтобы мы обещали Господу эти слова. И всякий раз, когда мы участвуем в заповеди хлебопреломления, мы берем хлеб, мы берем вино, мы этим самым свидетельствуем, Господь, я с тобой в завете. Это по вере, это не по моим заслугам, это не по моим каким-то способностям, что я остался, я выдержал, я исполнил. По вере мы с Господом в завете, и мы свидетельствуем Ему об этом. И вот этот завет, он важен для нас, потому что мы смотрим, пожалуйста, можно следующий слайд, мы видим с вами, что Бог это Бог завета. На протяжении всего Ветхого завета нам показано, Бог это Бог завета. И в новом завете мы приходим, мы видим этот завет, новый завет, который важен для нас, когда мы смотрим с вами, и Господь говорит, что вы не были многочисленнее всех народов, Господь принял вас, потому что Господь, Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой, и милость к любящим его, и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. Я хочу, чтобы вы увидели, насколько верный Бог, когда он вступил в завет, когда он сохраняет это отношение, он отдал сына своего, чтобы остаться верным завете. И для нас это важный момент, когда мы смотрим с вами вот на то, что совершил Господь, насколько Господь показывает важность завета. Но мы с вами неверные, но мы с вами люди, и мы вступаем в брак, когда-то каждый из вас, вот эти фотографии, вы были в той ситуации, вы давали это обещание. И теперь, когда мы смотрим на эту иллюстрацию, как Бог относится к нам, как он показывает важность завета, нам важно получить от Бога силу, чтобы остаться верными в брачном завете. И теперь я хочу, чтобы мы еще раз могли вернуться в книгу Осии, из которой я прочитал, чтобы немножко понять, как Бог вот через пророка Осию показывает нам, каждому из вас, мужу и жене, как остаться верными в этом завете, в котором мы находимся с вами. Можно включить следующий, вот этот пример, брак Осии и Гомерии. Мы читаем эту книгу, наверное, знакома для вас, читали вы книгу Осии, которая показывает, что такое настоящая любовь. Любовь, которая построена на завете. И Бог дал пророку Осии очень странное повеление. Бог сказал, пойди, возьми блудницу и женись на ней. Я не знаю, братья, вы выбирали невест в свое время и думали, кому бы вы доверили, чтобы сказали, вот ты выбери мне. Вот я не буду сам, а вот ты, папе или маме. Если бы Богу вы доверили, сказали бы Господь, ты выбери. Господь сказал, пойди, там есть блудница, проститутка, женись на ней. Как бы вы отнеслись? Странное, правда повеление? Бог пророку это сказал. Это не просто парень из еврейской деревни, это пророк был. И Бог ему сказал, вот эта блудница, ты возьми ее и ты женись на ней. И он пошел и это сделал. И когда он это сделал, я представляю, что во всем городе, какие разговоры начались? Пророк. На чем он женился? На блуднице. Что, другой не было? Лучше выбрать не мог. Но он пошел и написано, что он так сделал и этим самым Бог использовал пророка, чтобы показать иллюстрацию, что народ израильский был неверен Богу в том завете, в котором он находился. Бог использовал пророку Осию как вот такую иллюстрацию отношений, как Бог относится к Израилю. Как Израиль ушел от Бога. Как Израиль развратился и забыл этот завет. И мы видим, что Осия выполняет это. Он идет на это. И вся эта история Осии, она показывает нам, как Бог действует. Божий завет, он сохраняется, потому что Божья любовь направлена к грешникам. Бог нашел нас однажды. Мы были грешниками. Он нашел нас, как эту блудницу. Он вступил в завет с нами. И нам важно увидеть, как Бог проявляет эту любовь к нам. Потому что в то время Израиль ушел от Бога. Они в грехе были. И Бог желает вернуть их, потому что он в завете с ними. Бог желает сохранить этот завет до конца. И мы видим, что вот Осия получает это поручение. Он принимает эту блудницу. Они поженились. Знаете, о чем думал Осия в это время? Он думал, что ну ладно, да, она такая женщина, у нее грех был. Она всю свою жизнь до этого момента в грехе провела. Но теперь Бог нам поможет. У нас семья будет. У нас все будет хорошо. Она не будет. Мы забудем все, что было у нее до этого момента. Все грехи. Бог же нас соединил. Бог помог нам. Бог дал нам эту возможность. Он дал мне повеление, чтобы я на ней женился. Я думаю, он так думал и на это надеялся. Но через какое-то время, знаете, что произошло? Его жена опять стала блудить. Можете представить это? Чистый пророк, юноша, который всю свою жизнь Богу посвятил. Он выполнил Божье повеление. Он женился на этой женщине. Он надеялся, что теперь у них будет семья. У них теперь будет все прекрасно. Они будут служить Богу. Через какое-то время его уже законная жена опять начала блудить. И когда мы смотрим на это, это трудно представить. Потому что в этой ситуации я думаю, что сердце оси просто разрывалось вот в этой молитве. Господи, почему? Я исполнил то, что ты мне сказал. Я взял ее. Я женился на ней. Почему продолжается и она опять начинается заниматься вот этим грехом. Она по-прежнему начинает вот в этой ситуации совершать этот грех. И когда мы смотрим на это, мы видим, что Божья любовь, она направлена к грешникам. И мы, когда мы находимся в завете, нам трудно это представить. Как бы мы поступили. Мы находим, Писание говорит, что развод возможен в христианских семьях, только когда прелюбодеяние происходит. Но я вам хочу сказать, что мы как служители, мы как пасторы, если происходит даже в христианской семье блуд, прелюбодеяние, мы не заявляем первым словом, да, ты имеешь право, разводись. И в этой ситуации первое, что мы говорим, что Бог прощает нас. Имеешь ли ты силу простить мужу или жене? Потому что Бог нас простил. Потому что Бог показывает нам пример. Это трудно, иногда это невозможно, иногда семьи идут на развод, потому что одна или вторая сторона не может это перенести, не может это принять. Но Осия показывает нам пример этому. И мы видим, что в этом завете, в котором он находился с женой, она была блудница, она стала дальше грешить. Но Божья любовь, которая открывается через Осию, она не только к грешникам направлена, это ищущая любовь, которая стремится в любой ситуации привести к лучшему. И знаете, что произошло дальше? Мы читаем эту книгу, когда Гомель ушла из дома, когда она вновь стала блудить, когда она вновь вернулась своему образу жизни. И в этой ситуации Господь обращается к Осии в третьей главе и говорит, иди к ней, найди ее. Третья глава Осии говорит, что Осия пошел, куда он пошел? Он пошел на то место, где блудницы продавали себя. Вы можете представить себя, когда он приходит вот на это место, где все блудницы находятся, где они продают себя, и он приходит к ней, ее муж, он приходит к своей жене, законной жене, у них дети уже были в это время, и он приходит туда, где она продает себя. Господь говорит, купи ее. И он приходит туда, и он покупает ее. Так как блудницы продают себя, он платит деньги, чтобы свою жену купить, как блудницу. И третья глава говорит, что он заплатил эти деньги, и третья глава говорит, и сказал мне, Господь, иди еще полюби женщину, прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых. То есть Господь говорит, вот ты один шаг сделал, когда принял, теперь иди и полюби ее еще раз. У меня в голове не вкладывается, как это можно сказать, пойди и еще раз полюби. Вот теперь она опять блудит, а ты пойди и еще раз ее полюби. Но Бог показывает, это ситуация завета. Ты в завете с нею. Ты должен сделать все необходимое, чтобы освободить и помочь ей. Она твоя жена. Какая бы она ни была. И мы видим, что Осия идет, и он там покупает ее. И знаете, что интересно, третья глава, второй стих написано, и приобрел я себе ее за 15 серебряников, и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя. Он приходит туда и покупает свою жену. Как блудницу. И он платит эти деньги, он платит, как здесь написано, что он приобрел себе. Он отдает 15 серебряников, и он отдает хомер ячменя, и пол хомера ячменя. Я всегда думал, при чем здесь ячмень? Вот он пришел, сколько стоит эта женщина? Вот такая цена. Он заплатил 15 серебряников, а потом еще ячмень какой-то дает. И знаете, к какому выводу я пришел, при чем здесь ячмень? У него денег не хватило. Осия заплатил за нее все деньги, которые у него были, и у него не хватило денег. И он пошел домой, он собрал этот ячмень, который у него был, хомер, пол хомера, и он принес этот ячмень, и он еще ячмень отдал. Он все отдал, все, что у него было, только с одной целью, чтобы заплатить за эту греховную женщину, которая была его женой. И он отдал все, что у него было, все деньги, еще этот ячмень, чтобы выполнить то, что Господь сказал, чтобы купить эту женщину, и Он купил ее, и Он заплатил достаточную сумму. И когда мы думаем вот об этом, нам в этом открывается вот образ Иисуса Христа, потому что написано, вы искуплены дорогой ценой, не золотом и серебром, но драгоценной кровью Христа. Христос отдал все, что у Него было, чтобы нас искупить. Он кровь свою пролил, и мы искуплены драгоценной кровью Христа. Это все, что у Него было, Он отдал, чтобы выкупить нас из греха. Почему? Потому что Он в завете с нами, потому что Он верный завету. И Он отдал свою жизнь, Он пролил свою кровь, чтобы освободить нас от этого состояния греха, чтобы заплатить за нас. И когда я думаю, почему вот Осия должен был так поступить? Бог его использовал, чтобы показать, как Бог любит народ Израиля. Что народ Израиля такой греховный, что они нарушили завет. А Бог любит народ, и Бог использовал вот Осию, чтобы народ израильский увидел это состояние, и чтобы они поняли, и чтобы они увидели эту Божью любовь. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на этот завет, который Осия совершил, я вижу, что этот завет открывает вот эту особую любовь. Не только любовь, которая грешникам направлена, не только искупительная любовь. Это любовь, которая может быть только в Иисусе Христе. Если вы думаете, как вам, как мужу и жене, остаться в завете, чтобы ваш брак был сохранен, чтобы ваши отношения были сохранены, чтобы это не разрушено было, это возможно только в Иисусе Христе. Потому что, когда мы читаем 3 главу 2 и 3 стихи, когда он заплатил за нее, посмотрите, что он говорит. Осия 3 глава 2 и 3 стих. И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другими, так же и я буду для тебя. Знаете, что он говорит? Почему он произносит эти слова? Не блуди и я не буду блудить. Это повторение брачных обещаний. Те обещания, которые каждый жених и невеста дают на своем браке. Что вы обещали друг другу? Обещаешь ли ты быть верным своему мужу до конца жизни? Обещаю. Обещаешь ли ты быть верной своей жене до конца жизни? Обещаю. Это обещание верности, которое жених и невеста давали друг другу. И мы видим, что в этой ситуации Осия платит за свою жену-блудницу, он возвращает ее себе домой и он повторяет брачные обещания. Он говорит, не блуди и я не буду блудить. Оставайся верной и я тебе буду верным. Он повторяет брачные обещания, которые когда-то, может быть, он сказал. И когда я смотрю на это, он говорит, как бы, я купил тебя. Я хочу жить с тобой. Я хочу, чтобы ты была верной мне и я буду верным тебе. И вот в этом образ Осии это образ Христа. Потому что он заплатил за нас, грешников. Он искупил нас. И теперь он говорит, будь верным мне. Я буду верной тебе. Я верный в завете. Я не нарушаю завет. Это новый завет. Он на моей крови основа. Я буду верный тебе. И он каждому из нас говорит, и ты будь верным мне. И когда мы смотрим на это, мы видим, что это пример для нашего брака. Мы вступили в завет. Мы дали обещания. И теперь каждый из нас должен остаться верным. Каждый из нас должен помнить эти обещания, которые мы дали. И когда я смотрю на Осию, слово Осия или имя Осия, это Хошеа. И слово Хошеа означает Бог спаси. А Иисус и Иешуа, это два имени, которые очень похожи друг на друга. Потому что Хошеа означает Бог есть спасение. А Иисус, вернее Хошеа означает Бог спаси. А Иешуа, Бог есть спасение. Осия стал образом Иисуса. Потому что Он так поступил, как Христос поступит однажды. Братья, я хочу вам сказать, что за сохранение завета брака, в первую очередь, вы отвечаете. Почему в Писании написано, в послании Ефесианом, 5 главе, как Христос возлюбил церковь, так муж должен любить свою жену. И поэтому, если Осия, это стал образ Иисуса, то Иисус желает, чтобы каждый муж стал таким мужем, который в завете находится, со своей женой. И как Бог относится к народу израильскому, как Бог относится к церкви, как Осия относился к Гомере, потому что это все было на основании завета, каждый из нас должен понимать свою в этом цель и свою задачу. В этом мы находимся в завете. И поэтому мы прочитали с вами вот эти слова, когда Господь говорит, и обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и в суде, и в благости и в милосердии, обручу тебе мне в верности, и ты познаешь Господа. Это слова завета. Это слова, которые Бог говорит через осию народу израильскому. И мы с вами должны понимать, что мы с вами находимся в этом завете. Мы дали это обещание друг другу. И книга Осия, она является примером вот этого завета, который в нашей жизни. Я верю, что Бог сохранит вас, ваш брак, и вам не придется проходить таким трудным путем, которым Иосия проходил. Через прелюбодеяние, через блуд, через грех какой-то, через неверность. Дал бы Бог, чтобы вы сохранены были от всего этого. Но сама суть завета и отношения завета, они должны быть в каждой семье. Жертвенность, любовь, верность до конца. Это должно быть показано в каждой жизни и у каждого из вас. Поэтому мы смотрим с вами на этот пример Осии. Давайте дальше пойдем. И мы видим, что Бог показывает эти отношения. Господь и Израиль показывают такие же отношения завета. Бог любит свой народ. Бог желает оставаться в завете. Господь говорит, вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней. Вложу закон моего внутренности и на сердцах их напишу его. И буду им Богом, и они будут мне народом. Посмотрите, вот отношения завета. Я буду им Богом, они будут мне народом. Я буду твоим мужем, а ты будешь моей женой. Я буду твоей женой, а ты будешь моим мужем. Это завет, в который вы вступили. Это те обещания, которые вы дали Господу, и поэтому это важно. Мы видим с вами, что завет в браке определяется присутствием Бога. Если вы хотите, чтобы ваш брак был заветом, вы должны задать себе вопрос, есть ли в вашей жизни, в вашей семье присутствие Бога. Бог присутствовал в самом начале брака Адама и Евы. Бог является свидетелем, Бог соединяет мужа и жену, Бог делает одной плотью мужа и жену. И теперь присутствие Бога в семье христиан, только это определяет, является ли ваша семья заветом. Сохраняете ли вы эти отношения завета сегодня или нет. Присутствует ли Бог в вашем браке сегодня. Это вопрос, который вы должны задавать себе. Вы должны видеть это. И брак как завет, давайте следующий слайд, брак как завет, он указывает на Христа и церковь. Христос искупил церковь. Павел говорит об этом в 5 главе Ефесианом. Он показывает, мужья любите своих жен, как Христос. Церковь повинуется Христу, жены повинуйте своим мужьям. Это все эти определения, которые указывают на Иисуса Христа и на церковь. Знаете, в греческом языке, вот я говорил, что завет, он заключается на основании клятвы. В греческом языке слово клятва, одно из слов, это mysterion. Слово mysterion, от него английское слово mystery. Что такое mystery? Это тайна. И когда мы читаем в 5 главе Ефесиана, когда Павел говорит, вот так мужья должны относиться к женам, они должны заботиться о женах, жены должны повиноваться. И потом он говорит, тайна сия велика. Это завет. Это великая тайна. Он говорит, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Потому что Христос церковью в завете. И он говорит, это тайна, это mysterion, это клятва, это обещание, это завет между мужем и женой. Как у Христа это построено на завете, так и между мужем и женой это построено на завете. И мы в своем браке, в своей семье, мы только отражаем, мы хотим показать на Христа и на церковь. У нас те же самые отношения, у нас те же самые обещания, когда мы вступили в брак. Мы берем на себя вот это обязательство, мы призываем имя Господня. И Господь соединяет нас и делает эти новые отношения. Есть ответственность, давайте посмотрим дальше. Когда мы вступаем в завет, каждый на себя берет обязательства. Эти обязательства, как я говорю, вы говорили во время бракосочетания, обычно пастор задает вопрос, обещаешь ли ты быть с ним вместе, обещаешь ли ты в радости или в горе. Но Писание показывает основные обязательства, ответственность мужа в завете быть главой и любить. Писание говорит, что муж есть глава, жены, как и Христос глава церкви. Это обязательства. Это то, что муж берет на себя. Обязательства. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Муж взял на себя эти обязательства, он вступает в завет и он говорит, это моя часть, я обещаю это делать, я даю перед Богом это обещание, я буду главой семьи, я буду любить свою жену, я буду выполнять свою часть обещаний. У жены тоже есть своя ответственность, есть следующий слайд, ответственность жены, то что она должна, она обещает повиноваться, она вступает в завет и она говорит, я принимаю на себя эти обязательства, находиться в этом завете и повиноваться мужу. Писание говорит, жены повинуйте своим мужьям, это не просто слова, которые вы произносили, это важно понять, это обязательство завета, который Бог слышал, на который Бог печать свою поставил, на основании которой Бог соединил вас и дал вам право жить вместе, быть мужем и женой, иметь сексуальные отношения, рождать детей, служить Богу, на основании этого завета и этих обещаний Господь дал вам вот все эти моменты. Вы должны понимать, что сегодня в мире происходят браки, которые заключаются, по сути это договор, это контракт какой-то, потому что в контракте все прописано, если ты это делаешь, я это делаю, ты выполняешь свою часть, я выполняю свою часть. Когда христианский брак становится контрактом, это беда, когда муж и жена смотрят друг на друга, а ты не делаешь это, и я не буду делать, ты не поступаешь так, и я не буду поступать. Это контракт, это договор, это не божья идея брака, потому что божья идея брака это завет, ты берешь на себя обязательства и ты перед Богом обещаешь, я буду их выполнять, что бы ни происходило. Даже если жена не делает то, что она делает, муж взял обязательства перед Богом, он все равно будет главой, он все равно будет любить свою жену. Даже если муж не выполняет то, что он делает, жена все равно будет повиноваться, потому что она взяла обязательства перед Богом, на основании этих обязательств они вступили в завет. Это важно понимать. Это важно видеть, чтобы действительно брак был заветом, а не стал договором или не стал каким-то контрактом. И следующий момент, который мы видим. Ответственность Бога. Что Бог обещает? Бог обещает устроять дом. И мы читаем с вами Евреям 3-4. Ответственность мужа и жены устроять дом. Потому что это жести говорит, ибо всякий дом устрояется кем-либо. То есть муж и жена отвечают устроять свой дом. Делать все необходимое, чтобы дом созидался. Но в это же время роль Бога в завете тоже устроять дом. Посмотрите написано, ибо всякий дом устрояется кем-либо. То есть и муж и жена, они выполняют свои обязанности, они устрояют дом. И роль Бога также. А устроивший все есть Бог. Когда мы в завете, когда Бог создал нашу семью, каждый из нас выполняет свою часть. Мы устрояем дом. И Бог в это время выполняет свою часть. Бог устрояет наш дом. В этом ответственность и обязательство, которое Господь взял на себя. И когда мы смотрим, как это происходит, пожалуйста, следующий слайд. Когда Бог выполняет свои действия, Он дает обетование. Он дает обетование благословить наследие наше. Призрю на вас и плодородными сделаю вас и размножу вас. И буду тверд в завете моем с вами. Бог дает обещание, что Он благословит. Он благословит наследие наше. Он благословит все, что у нас есть. Вот следующий слайд. Не только наследие, Он благословит всем необходимым. Написано, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Это Божья часть, которая всегда будет выполнена. Бог обещает, и Он выполнит свое слово. Когда мы находимся в этом завете, когда мы выполняем то, что необходимо. Я вам хочу сказать, что сатана всегда стремится разрушить брак, как завет. Сатана знает Божий план. Сатана знает, что семья, это не просто, когда мужчины и женщины живут вместе. Это завет. Сатана всегда будет стремиться поразить это, чтобы муж и жена не думали о завете. Чтобы они забыли об этом, чтобы они не строили свои отношения, как в завете. Поэтому он всегда будет вести войну против любого брака, который основан на завете. И вы будете чувствовать это, вы будете чувствовать нападки сатаны, потому что это настоящая война духовная, которая ведет сатана, он видит эти правильные основания брака. И он будет стремиться, чтобы как-то поразить вас. Но подобно, как мы в завете с Господом, когда мы вступаем в завет с Господом, мы вступаем в завет с Господом через кречение. Когда совершается кречение, мы в завете с ним. Мы даем обещание Богу доброй совести. И через это обещание, через выполнение заповеди погружения, мы вступаем в завет с Господа. Вот точно так же мы в завете друг с другом и в завете с Богом через бракосочетание. И нам важно сохранять это. И как бы сатана не стремился разрушить это, нам важно, чтобы у нас это сохранялось. И вот когда мы понимаем, что брак это завет, когда мы понимаем, что это Бог соединил нас, когда Бог присутствует в нашей жизни, пожалуйста, следующий слайд. Для нас тогда открывается такой образ, который я как-то для себя увидел, что когда брак это завет, тогда он становится похожим на Едемский сад. Давайте представим, вспомним себе сад Едемский, в который Бог поместил первую семью. Бог создал Адама, Бог создал Еву. Это была первая семья. И Бог, мы слышали эти слова, Бог благословил их, сказал плодитесь, размножайтесь. И Он устроил все вокруг, чтобы было приготовлено для них, чтобы все, что окружает их, все, что Бог дал им, это и стало этим садом Едемским, в который Господь желает благословить их. В этом саду, вот мы читаем, и насидел Господь рай в Едеме на востоке и поместил там человека, которого создал. Это Божий план. Он желает, чтобы ваша семья стала Едемским садом. Когда вы понимаете Божье присутствие, когда ваша семья основана на завете, Бог желает, чтобы сад Едемский был место, где находится ваша семья. Что было в саду Едемском? Первое давайте посмотрим. В саду Едемском должны быть деревья. Так написано, да? И произносил Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рай, и дерево познания добра и зла. В вашем саду Едемском, в вашей семье, которая основана на завете, должны расти деревья. Что такое деревья? Дайте мне ваши толкования. В саду Идемском должны быть деревья. В вашей семье должны быть деревья. Что такое деревья в вашей семье? Плоды. Кто? Дети. Хорошие иллюстрации. Дети, да. Служение, да. Много может быть иллюстраций. Для меня, если всякое дерево, которое для пищи, тогда для меня, чтобы семья была садом Идемским, у нас должна быть пища для этого. У нас должно быть деревья, которые дают плоды. И мы видим, что эти деревья открывают и дерево познания добра, и дерево жизни. Мы все это берем отсюда. Мы должны в саду Идемском быть наполненными этими деревьями, которыми мы питаемся. Бог дал эти деревья, Бог дал эти плоды для питания семьи. Бог показал, что есть добро и зло. Там было это дерево. Бог показал дерево жизни. Вот это дерево, оно должно быть в нашей жизни. Кроме того, в саду Идемском должны были не только деревья, в саду идемском должна протекать река. Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Ну-ка, дайте ваши толкования. Что такое река в вашей семье, в вашом саду идемском? Я смотрю, как вас жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжгудит. Церковь? Да, может быть, церковь, да. Путь, движение, жизнь, да. Для меня река, которая исходит из семьи, это молитва, которая направляется. река на выходит она разделяется и для меня сад едемский семья как сад едемский не может быть без реки не может быть без молитвы чтобы бог слышал на чтобы эта река текла это важно чтобы была молитва в семье третий момент который мы находим что в этом саду необходимо трудиться и взял господь бог человека и поселил его в саду едемском чтобы возделывать его и хранить его что это значит для вас как для семьи что служение и не только служение чтобы сад едемский чтобы семья была садом адаму нужно было работать если вы думаете что вы вступили в завет и все будет само по себе получаться это не так бог поместил адама в сад едемский и он говорит ты должен возделывать его это должен хранить его вашу семью нужно возделывать ее нужно хранить семье нужно трудиться чтобы семья была именно этим садом едемским который господь ожидает его от вас если вы думаете бог просто вам должен все давать господь нет трудись трудиться своей семье заботь о своей семье храни свою семью делай все необходимое чтобы этот сад едемский оставался садом едемским это наша ответственность и бог будет благословлять бог будет давать все необходимое но нам нужно трудиться нам нужно делать то что является нашей частью бог заповедал в этом саду последствия согрешения господь сказал эти последствия жене он сказал что ты будешь болезни рождать детей адаму сказал что земля проклята ты будешь питаться со скорбью то есть господь показал если вы не делаете что что я заповедал вам придут проблемы и мы видим грехопадение произошло это говорит о том что в нашем саду в нашей семье мы должны четко понимать божьи ограничения божьи предупреждения и господь говорит если вы будете поступать по-другому вот что при не придет болезни скорби страдания проблемы в твоей семье будут господь дает четкое предупреждение чтобы мы заботились о своей семье и чтобы на нашу семью не пришли те последствия более того мы другое видим в этом саду адам произнес брачное обещание и вот эти слова которые он сказал и сказал человек вот это костят костей моих и плоть от плоти моей она будет называться женою ибо взята от мужа что это такое для меня это брачное обещание вы помните этот момент когда бог создал еву из ребра он приводит еву к даму и адам смотрит на нее и он я всегда говорю когда адам увидел первый раз еву он стихами заговорил потому что в еврейте это поэзия когда он говорит что она будет называться женой ибо взята от мужа там игра слов идет потому что муж или человек и в рюте это ишь и и и жена или женщина это иша и он говорит это иша она будет называться иша потому что она взята от иша это это там поэзия это там рифма идет поэтому для адама когда он увидел еву он просто по-другому не мог как к поэзии говорится их стихами но для меня это обещание это брачное обещание он сказал она взята от меня это будет моя жена это кость от костей это плоть от плоти моей он принимает свою жену и для меня это вот этот брак что бог сочетал того человека не разлучает это завет в который адам ступил когда он дает это и обещание и поэтому мы видим что в этом саду адам произнес в нашем саду вы когда-то дали эти обещания чтобы исполнять чтобы сказать чтобы посмотреть на свою жену сказать это кость от костей моих это плоть от плоти мы это ребро моё это это то что господь дал мне чтобы мы были одной плотью следующий момент человек может потерять благословение сада и мы видим что это произошло с адамом они нарушили то что они обещали господу они были изгнаны из сада господь постал херувима плане пламенный меч обращающий то есть есть возможность в этом саду будет общение с богом я пропустил да наверное пропустил в этом саду будет общение с богом запишите это 3 глава 8 стих когда в прохладе дня написано господь был в саду и мы видим что это было общение с богом у адама прохлада дня сад и мы можем представить ну вот как здесь да у нас вот этот сад чуть чуть больше прохлада чем хотелось бы сегодня но у адама и его были эти общения с богом они они были в этом общении и господь желает чтобы в нашем саду эдемском было это общение с господом и другой момент мы видим что человек может потерять это благословение вы можете потерять благословение того что господь приготовил для вас завет который господь создал он сделан так чтобы вы имели благословение но как адам и его потеряли благословение они были изгнаны из сада вот таким же образом человек может быть может потерять это благословение и вы должны думать об этом и переживать об этом и так мы видим с вами вот эти несколько моментов Я хочу, чтобы вы задали себе вопрос, что ваш сад является ли, ваш сад, ваша семья этим садом, получаете ли вы те благословения, которые Господь приготовил для вас. И когда мы видим, что это происходит, тогда нам нужно сказать еще один момент, следующий слайд, что завет, в который мы вступаем, это постоянный завет. Почему мы говорим, что завет должен быть постоянным, и поэтому в христианском браке нет развода. Так говорит Библия. Мы вступаем в завет с Господом. Мы хотим, чтобы этот завет был сохранен до конца, мы остались верными Господу в завете. И завет брака это вечный завет, это постоянный завет. И так, чтобы Бог сочетал, того человек да не разлучает. Вы вступили в этот завет до смерти, вы даете эти обещания, остаться верными друг другу, пока смерть не разлучит вас. До смерти остаться верными. И брак это союз по завету до смерти. Вот несколько примеров, которые мы видим. Римлянам 7 глава написано, замужняя женщина привязана с законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Почему если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодеицию. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодеицию, выйдет за другого мужа. Мы видим, это завет до смерти. Нам важно это понимать. Почему нет развода? Потому что это завет. Завет, который сохраняется, завет, который до смерти. Там еще один текст есть, послание Коринфянам. Женщина связана с законом, да коли жив муж ее. Если же муж ее умрет, свободно выйти за кого хочет только в Господе. Друзья, важно это понимать. Вы дали эти обещания. И цель, которая стоит перед вами, остаться верными до конца. Остаться верными до смерти. Чтобы развод никогда не был в ваших мыслях, в ваших рассуждениях. Потому что любые мысли, рассуждения о разводе, о том, чтобы закончить то, что у вас есть, это нарушение завета. Это нарушение завета в отношении друг друга. Это нарушение завета в тех словах, которые вы дали в обещаниях Господу. Ну и последнее. Я хотел бы, чтобы вы посмотрели на эту таблицу. Если это завет, то я хотел бы предложить вам, чтобы вы создали свои 10 заповедей. Это только пример, который я даю. Вы помните, что когда народ израильский вступил в завет с Господом на горе Синай, Бог дал им эти 10 заповедей. Господь сказал, вот эти 10 заповедей, вы должны выполнять их, чтобы быть в завете со мной. Я даю только пример. То есть это не богодухновенное. Вот здесь богодухновенное, вот это мною добавленное. И вы можете вот эту вторую сторону изменить и добавить так, как вы думаете, более правильное. Но как пример я даю, завет между Богом и Израилем. Первая заповедь, не будет других богов. Что мы можем для себя взять, когда мы применяем это как завет между мужем и женой? Посвященность только супругу. Господь говорит, у тебя не должно быть других богов, только мне служи. И любой другой бог, который появлялся, это было идолопоклонство. И Господь наказывал народ за идолопоклонство. И когда вы в завете, вы посвящаете себя только супругу. Никого другого не может быть. Никакого другого мужчины, другой женщины. Не только в буквальном, в неверности, в мыслях ваших, в сердце вашем. Когда вы смотрите по сторонам, кого-то замечаете, вы остаться должны верными только друг другу. Потому что это заповедь, чтобы ваш завет сохранялся. Вторая заповедь, не делай изображения. Опять же, это верность и доверие. Ваша верность и доверие супругу должно проявляться всегда. Вы в завете находитесь. Написано, не произнеси имя Божье в суе. Я долго думал, как это использовать для мужа и жены. Но написал, почтение супруга на людях. Может быть, это по-другому у вас будет. Но Господь сказал, мое имя не произноси в суе. То есть, ты не должен просто имя Божье произносить, не думая об этом. Не принимая во внимание, что ты о Боге говоришь. Когда вы разговариваете и говорите о друг друге на людях, вам важно показать, что вы любите друг друга, вы в завете друг с другом. Четвертая заповедь, помни день субботний. Я тоже долго думал, как его использовать. Отдых для супруги. Может быть, вы что-то другое придумаете. Но эта заповедь говорит о том, что должно быть время отдыха. Вы должны заботиться друг о друге. Господь установил этот субботний день, чтобы было время отдыха и время, посвященное Господу. Может быть, вы должны определить эту заповедь, сколько времени вы посвящаете друг другу. Именно вот такого личного общения, личных отношений, потому что это заповедь. Мы читаем с вами пятая заповедь, почитай отца и мать. Верное отношение к родителям. Это может быть проблема в отношениях. Когда родители как-то мешают, когда жена или муж к другим родителям не имеют какое-то правильное отношение. Заповедь, вы в завете друг с другом, у вас должно быть правильное библейское отношение к родителям. И с одной и с другой стороны. Заповедь, не убивай. Ну, редко бывает, что муж убивает жену, или жена убивает мужа. Но когда гнев, когда насилие в браке проявляется, мы много об этом слышали. Это нарушение этой заповеди. Потому что в семье не должно быть гнева и насилия, потому что вы в завете друг с другом, потому что вы дали обещание. Не прелюбодействуй. Конечно, это сексуальная чистота. И я говорю, что сексуальная чистота не только когда прелюбодеяния нету, когда сердце свободное, когда в мыслях нету, когда вы только посвящены друг другу. Заповедь не кради. У вас должно быть все общее. Ваша семья, все, что вы имеете. Счет банки, ваше имущество, это все ваше общее. Не лжесвидетельствуй. Это общение в истине. Как вы общаетесь друг с другом? Если какой-то обман, если какое-то лукавство, если какое-то то, что неправильно и неверно, у вас должно быть общение в истине. Не пожелай. Это важный момент, о котором мы слышали, брат Дэйв говорил. Это удовлетворенность и отсутствие требований. Чтобы ваша семья была этим садом, вы должны быть довольны тем, что у вас есть. Тем, что Бог вам дал. И у вас не должно быть требований. Я этого хочу. Я мне это. Дай мне это. Вы в завете находитесь. Бог дает вам все необходимое. Нужно быть благодарными за то, что Господь дал. Не должно быть какого-то требований, чтобы вы могли этим нарушить ваш завет. Итак, я хочу просто несколько отметить вопросов, которые, может быть, вы найдете время, чтобы ответить самим себе. И вы видите, вот на следующей странице это вопросы для размышления по этой теме. Первое. Что нужно изменить в вашем браке для того, чтобы это был брак по завету? Подумайте об этом. Думали ли вы когда-то? Считаете ли вы, что это важно помнить всегда, что ваша семья, ваш брак, это брак по завету? Если вы об этом не думали, подумайте об этом. И что нужно изменить в вашем браке, чтобы вы четко понимали и строили свои отношения. Это брак по заветам. Мы в завете находимся друг с другом и с Господом. Второй вопрос. Почему присутствие и служение Богу важно в браке по завету? Подумайте об этом. Как важно в вашей семье присутствие Бога и служение Богу? И может быть, что-то нужно изменить здесь. Третий вопрос. В чем ваш брак похож или не похож на сад Едемский? Проверьте. Я только некоторые пункты. Может быть, вы для себя составите более полную иллюстрацию сада Едемского и напишите, что у вас есть или чего у вас нет. Четвертый вопрос. Говорили ли вы уже друг с другом о возможности развода? Если да, то что изменится у вас в этом вопросе после этой темы? Я надеюсь, что вы не говорили об этом уже еще. Что хватит разводиться, мы не можем жить друг с другом. Если это было, если какие-то мысли у вас уже проскакивали об этом, что изменится у вас? Когда вы понимаете, что ваш брак это завет и вы находитесь в завете. И последний вопрос. Какую из заповедей завета между мужем и женой вам нужно улучшить? Вот они, эти заповеди. Я говорю, предлагаю, подумайте сами. Может быть, измените что-то для вас. Но важно, чтобы вы могли подумать, какую из этих заповедей вам нужно изменить. Что-то у вас в семье не так. Что нужно улучшить? Как быть в этом завете? Как оставаться верными Господу в тех отношениях, которые должны быть у вас? Пусть Бог в этом поможет вам. Аминь. Мы посмотрим сейчас видео, а потом у нас еще будет время для молитвы. Пусть Бог в этом поможет вам.